Привет, друзья! С вами Азат, проект Индубай. И, как вы помните, я обещал вам рассказать про Украину по сравнению с Дубаем. И вот сегодня настал день, когда я наконец-то смог смонтировать все свои мысли, все свои материалы и подготовить для вас видео. Как вы, наверное, помните, я летал на Украину по работе в командировку. И летел я не напрямую из Дубая, а летел из Москвы и в Киев. Потому что до этого мне нужно было на один день залететь в Москву по делам. И вот, как вы можете видеть видео, перед вами аэропорт Домодедово. Я нахожусь в самолете украинских авиалиний, международной авиалинии Украины, МАУ. Сразу, как я вошел в самолет, у меня появились неприятные впечатления. Во-первых, непонятно какой бизнес-класс. Честно говоря, он слабоват уже по современным меркам. Ну, хорошо, что я летел в эконом-классе, мне не так обидно. А вот люди, которые летели в этом самолете бизнес-классом, я им просто реально сочувствую. Как бы сейчас бизнес-класс, это уже не так должен выглядеть, как он выглядит в этом самолете. Также, судя по следам на двигателе, этот двигатель уже ремонтировался неоднократно. И, соответственно, тоже как-то было страшновато, честно говоря. Если сравнивать с Дубаем, то в Дубае, вском аэропорту, я вообще еще ни разу не видел, чтобы там были старые самолеты. То есть, все самолеты, которые прилетают в Дубае, они все более-менее новые и все они более современные. Что касается развлечений, развлекательной системы, соответственно, в украинском самолете об этом не было и речи. То есть, никакого ЖК-экрана, никакой маршрутной карты, никакой навигации, никаких фильмов, нет игр, ничего. Просто передо мной стоит кресло, и в кармашке лежит там пакетик бумажный, если станет плохо, я не знаю, там, карта на случай эвакуации, как вести себя и какой-то там журнальчик. И теперь, как вы видите, мы взлетаем. К сожалению, погода в Москве испортилась немножко, когда я улетал. И там были грозы, тучи, облака. Самолет вообще взлетал еле-еле. То есть, я не знаю, ну мы минут 15-20, наверное, набирали высоту, причем это было как-то страшно. Все колбасило, все трясло. Самолет то ускорялся, то замедлялся. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с погодными условиями, может, это связано, что самолет был старый, не знаю. Но, как бы, первый раз в своей жизни я испытал такие неприятные ощущения взлета в самолете. Если сравнить с тем же самолетом Fly Dubai, например, то во Fly Dubai самолетах обязательно есть развлекательная система, обязательно есть ЖК-экрана, обязательно есть карта навигации. И также в Fly Dubai самолетах есть журнал Duty Free, то есть вы хотя бы можете купить журналы, купить сувениры, купить что-нибудь своим родным, близким, как подарки. Также в самолете украинских авиакомпаний не было меню, то есть питание входило в стоимость билета. Ну, честно говоря, питание было слабенькое, вот как вы можете видеть, просто какая-то булочка, водичка и, ну, в принципе, все. А во Fly Dubai не кормят, но зато там хотя бы можно выбрать, то есть можно за кэш купить, за наличку, там, напитки, шаурму, ну, там, орешки, шоколадки, то есть, ну, хотя бы можно что-то купить. Вот мы уже прилетели в Киев и приземляемся в аэропорту Борисполь. К счастью, полет прошел успешно. Хорошо, что мы летели всего два часа из Москвы в Киев. Честно говоря, я бы не хотел лететь на этом самолете три или четыре часа или больше, то есть это неудобно и некомфортно, честно говоря, страшновато. Аэропорт Борисполь чем-то напоминает мне дубайский аэропорт, то есть здесь тоже несколько отдельно стоящих терминалов и все зависит от того, в какой терминал вы прилетели. То есть в некоторых терминалах транспортировка осуществляется автобусами, в некоторых терминалах вы попадаете внутрь аэропорта через специальный рукав. В Киевском аэропорту пассажирный поток небольшой, аэропорт полупустой, ну я бы даже сказал, что все как-то немного скучно, уныло, но зато по сравнению с дубайским аэропортом вы очень быстро проходите и фаспортный контроль, и получаете свой багаж, то есть это с одной стороны даже плюс. Ну и опять же сразу, как только вы попадаете в здание аэропорта, у вас есть полноценный бесплатный доступ к Wi-Fi интернету, и это на самом деле классно. То есть вы сразу можете проверить почту, проверить контакт, не знаю, отправить там письмо маме, папе, ну и просто сейчас, в современной жизни приятно осознавать, что интернет всегда есть под рукой. В дубайском аэропорту с интернетом я еще не разобрался, то есть в каких-то терминалах есть Wi-Fi, в каких-то нету, в каких-то он бесплатный, но к нему как-то трудно будет включиться. Ну короче, там все как-то запутано, и я пока не могу вам ничего сказать конкретно про Wi-Fi в дубайском аэропорту. В двух словах хотелось бы рассказать о своих впечатлениях от киевских городов. Я успел побывать в Киеве и Кировограде. В целом мне, конечно, города понравились, но жить бы я там не хотел, потому что опять же грязь, слякоть, плохие дороги, эти советская архитектура в виде панельных домов, то есть все жилье в основном это скучные невзрачные коробки, где живут люди. Конечно, есть и более качественное жилье, более привлекательные дома, скажем так, элитные кварталы, но соотношение цена-качество там просто нереальное, и как бы мне кажется, что явно завышены цены на элитное жилье. Что касается Дубая, то панельные коробки здесь вы вряд ли найдете, и вообще здесь все застройщики уделяют большое внимание именно эстетической стороне, то есть они представляют одну цель построить дом как можно более красивый, как можно более интересный, и, соответственно, как можно более дорого, чтобы можно было продать в нем квартиры. Особо хочу отметить природу Украины, она, конечно, очень красивая, очень много зелени, и, как вы, наверное, знаете, Украина является таким аграрным центром, и даже в советские времена она являлась аграрным центром Советского Союза. Друзья, я сейчас нахожусь на Украине, и немножко, честно говоря, оброс, вот вы видите мою голову, какая она у меня волосатая теперь, и обросшая, сейчас я вам покажу вот здесь, вот, и сейчас я вам покажу с этой стороны, вот такая у меня голова. И, как вы помните, в Дубае я уже три раза ходил в парикмахерскую, но, к сожалению, так и не нашел нормальную парикмахерскую, то есть, где бы я ни стрыкся, в конечном итоге оставался недовольным. И все-таки я решил сходить на Украине постричься и посмотреть, что же могут сделать с моей головой здесь. Итак, друзья, следите за продолжением событий, я пошел стричься. Друзья, я вернулся с парикмахерской. Ну и вот, вы можете теперь видеть, что со мной стало, как меня постригли на Украине в парикмахерской. За все, за все, за все я заплатил 40 гривен, и меня постригла обычная украинская женщина в обычной украинской парикмахерской. На этом мои приключения в Украине закончились, и мне нужно было лететь дальше в Иран. Как вы знаете, в конце мая я успел побывать в Иране, и об этом я тоже сделаю отдельное видео, и тоже вы его сможете совсем скоро увидеть. Вот эта кофейня, Коста Кофе, наглядный пример всеобщей глобализации. Ее можно увидеть не только в Киеве, не только на Украине, но также очень много их в Дубае, таких кофеен. Сейчас я нахожусь в аэропорту Борисполь, в зоне вылета, и, кстати, мне очень понравился этот аэропорт, все-таки он очень удобный, очень комфортный. Здесь также, кстати, есть специальные зарядные устройства, вы можете зарядить любой свой девайс. Ну вот, друзья, на этом и все, с вами был Азат, специально для проекта Индубай, подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, смотрите наши видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем до скорых встреч, всем пока-пока, хорошего настроения.